Боже, будь милостив, не грешен. Сегодняшняя молитва, дорогие, учит нас стереть, покаяния. Вот почему именно с нее Святая Церковь приготовляет нас к этому спасительному времени Великого Пасна. Два человека пошли в храм молиться, сегодня говорится Божественному Ивану. Многие из нас думают, что, наверное, вот этот пустой храм, куда только два человека пришли, один парисей, а другой в Италии, ну такое дикое время, в которое они подгадали, пришли всего два человека стоят. Но если мы с вами обратим внимание на те события, которые происходили именно в те времена всей той жизни Иисуса Христа, то мы поймем, что у Иудеев, не так как у нас православных, у нас православных около 500 храмов уже в нашей митрополии, а у Иудеев был один храм, у них не было в разных странах храмов, у них был один храм Иерусалима. И вот туда приходили людей для совершения молитвенного приношения Бога. И когда они заходили туда, там не было такого времени, что тут в храме никого не было, потому что храм был открыт днем и ночью. Жертва воскурялась от утра до вечера, и с вечера до утра. Священники там по 7 дней вообще не выходили из храма. И непрестанно шла вот эта вот жертва, которую приносили и людей, сохраняя верхнюю заветку закон. И вот в этот храм приходят два человека, не в пустой храм, чтобы у нас нас сложилось впечатление, что якобы их было всего два, и никто их не отвлекал, и вот они такие молятся. Дорогие братья и сестры, Святая Церковь открывает нам, что это два типа людей, фарисеи и мудари. Вот здесь мы должны увидеть где-то с обе себя. А где здесь я? Если не те, которые, как фарисеи, заходят и говорят, ну хорошо, что я его правду. Не так вот те, которые сегодня спят, боясь мороза, снега, отдыхают, понимаете. А я молюсь, Господи, я стою, я вообще уже и пащусь, следую, и глядюсь. Я уже такой, или я такая, уже не такая, но очень грешная. Вот мы уже и фарисеи. Наша молитва совсем другая. А есть категория людей, которые постоянно напоминают себе эту молитву. Боже, мне, грешному, будь милостив, нам не о чем, не о чем нам похвалиться. Не о чем нам предъявить в свои заслуги. Скажем, человек работает на производстве, и его руководитель пошлет его на какое-то задание. Съезди в такую-то организацию, приобрети то-то, привези сюда, положи туда-то. И вот он это все сделал. Будет ли он приехать и похваляться? Я вот съездил туда, взял это, привез, куда, вы сказали, положил. Ты сделал то, что должен был. Вот ты так, и мы, когда соблюдаем что-то из закона Божия, мы должны помнить слова апостола. Мы рабы неключимые, и сделали лишь только то, что должны были, чем нам хвалиться перед Богом. Вот и стоит мытарь и фарисей. Какой тип из людей сегодня показан для нас с вами? Те, которые не молятся, это вообще не для них. Те, которые в храм не ходят, они не слушают это. Это тем, которые молятся и ходят в храм, притча обращена. Поэтому это как бы Каин и Авель. Это не просто два персонажа Библии. Это и до сегодняшнего дня есть те, которые ненавидят добро и готовы не только зло сотворить, но даже лишить жизни творящих добро. И есть те, которые, как Авель, добрые, смиренные, кроткие, исполняют свой долг перед Богом и перед людьми. Это категория людей. В какой из них я? Вот это и есть вопрос сегодняшнего воскресного чтения. Это как Моцарт и Сальери у Пушкина. Один ненавидит другого только за то, что у него больше таланта. И борется с этим добром, чтобы его гордыня вдруг не была перебита чьей-то славой. Разве Моцарт и Сальери это только о них? Это также о двух типах людей, кто ненавидит всякое добро, которое выше него, которое лучше, чем он. И человек начинает сначала завидовать, потом презирать, ненавидеть и уничтожать того, который выше его. Вот такая гордость овладевает Каина. Гордость Каина овладевает таким человеком, и он готов даже уничтожить своего завистника. Вот и здесь фарисей и мытарь – это два типа людей. Те, которые говорят, вот я уже православный, вот я уже хороший какой, Господи, благодарю Тебя. Казалось бы, что здесь плохого? Ведь человек молится. Да, ничего нет плохого, что он благодарит. Беда в том, что он это выставляет в свои заслуги. Потому что все, что мы делаем, дорогие братья и сестры, мы делаем милостью Божию. Если Бог не дал крепости нашим ногам, нашим рукам, нашим глазам, нашим ушам, движению нашему телу, разве бы мы сделали хоть какое-то одно доброе дело? А потому имеем ли мы право приписывать это себе? Господи, Твоею милостью, с Твоей помощью мы сотворяем то или иное. Будь милостив ко мне грешному. Я хочу привести вам сегодня текст из Священного Писания пророка Иезекииля. Вот как он пишет в 18 главе, послушайте. «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет все преступления его, какие делал он, не припомнится ему в правде своей, которую будет делать, он жив будет». Этими словами Бог призывает через пророка Иезекииля беззаконников отойти от греха и от дел беззаконных. И если человек покается, какое бы зло он не сотворил. Не случайно святые отцы так и говорили, нет такого греха, чтобы не простил Бог, кроме греха нераскаянного. И какое бы злодеяние ни сделал человек, если он припадет пред Богом и покается, Бог по слову Священного Писания простит ему, и он будет жив. И дальше продолжает этот великий пророк. «Разве я хочу смерти беззаконника?» «Говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, которые делает беззаконник, будет ли он жив?» Вот очень интересный и важный вопрос для всех нас. Вот многие, стоящие в храме, говорят, да мы уже и не ругаемся, мы уже стараемся не грешить, не говорить плохих слов, не курить, не блудить, не пить, всякие там от грехов воздерживаться. А вот если ты от этого отступишь, праведник, если ты уже вышел на путь правды, и вдруг ты отступишь, вот эти слова для тебя. И праведник, если отступит от правды своей, которую однажды избрал, и уже уклонившись от греха, выбрал путь правды, и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, которые делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся за беззаконие свое, какое он делает, и за грехи свои, в каких грешит, он умрет. Вот какая интересная наша традиция православная, основанная на Писании. Мало того, обратиться от греха и пойти путем правды, нужно с этого пути нисходить и до самой смерти, до креста остаться в делании правды Божией. Вот наш с вами, дорогие братья и сестры, путь спасения. И уж точно нам с вами нечем после этого хвалиться. Хорошо говорит фарисей, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятину, часть из всего, что приобретаю. А мытар же стоял вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, говорит Христос, что сей пошел оправданным в дом свой, более нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий сам себя возвысится. О чем сегодняшняя Евангелие? Об этом удивительном периоде подготовки. Что мы должны понять? Главная суть молитвы, это не возношение, а смирение. И такую молитву, как сегодня мы с вами слышали, можно творить на всяком месте, на всякий час. И должны христиане знать ее и повторять ее чаще любой другой. Святые подвижники говорили, что кто повторяет только эту одну молитву, может спастись. Вот мы думаем, мы акафисты должны читать, мы должны там псалмы вычитывать все, мы столько должны вычитывать. А святые говорят, ты одной этой молитвой можешь спастись и уйти из храма оправданным. Вот если бы мы с вами в течение всей этой службы только этой молитвой. Вот стояли и молились, Боже, будь милостивым, не грешным. Ни на кого не смотрели, ни на что не обращали внимания, ни рассеивали бы своих мыслей. И мы бы с вами ушли сегодня, не вчера и не завтра, сегодня ушли бы все оправданными Богом. Но так как человек стоит на молитве и думает, вот стоит рядом, во что он одет, а что он тут мимо ходит, а что у меня там дома. Служба идет, а мысли у человека улетают. Он уже забывает о том, зачем он пришел в храм. Он вспоминает о своих там каких-то долгах, о своих обидчиках и стоит немножко, возвращаясь снова в храм своим сознанием и снова рассматривает. Что-то увидел, что-то не так, вот наша молитва какая. Поэтому уходим мы из храма, порою даже чувствуем, что как бы и помолился, а вроде какой-то помощи и не ощутил. И наоборот, если мы с вами будем стоять на молитве и постоянно вспоминать молитву мытаря, которую сегодня предложила нам церковь в начале подготовительных недель, то уйдем оправданными. «Господи, помилуй и будь милостив ко мне грешному». Ни о чем больше другом не думал. Он знал, что даже подумать о своих заслугах он не имел права, потому что нет у него никаких заслуг, у этого мытаря. Это категория людей, которые не возносят себя, которые унижают себя, даже думают, что может быть когда-то что-то и было полезным, мною сделано. Но это, Господи, только Твоей милостью, Твоей помощью, потому что не Ты, я бы этого и сделать-то не смог. Вот потому, дорогие братья и сестры, Святая Церковь и называет эти периоды вот этих недель, эту неделю научает нас правильной молитве, в следующую неделю, неделя о блудном сыне, покажет нам о беспредельном, безграничном чувстве любви Господа к каждому грешнику. Вы слышите, к каждому заблудившемуся, блудному сыну, Церковь нас подведет к пониманию истинной Божьей любви. Она каждому человеку. Это мы думаем, вот он грешник, он плохой, а этот хороший, а этот вообще никакой. А Бог любит всех. И вот в следующей неделе о блудном сыне, что он ждет каждого и готов объятия свои заключить любого, даже ушедшего далеко, дошедшего до свиных ворожков, который только придет в себя и скажет, Господи, согрешила перед Тобой и перед небом. А начинается все опять с этой сегодняшней молитвы. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. И еще через неделю Церковь мудро готовит нас к посту, напоминая о страшном суде. День страшного суда ожидает каждого человека. Вот почему, если мы забываем о том суде, который есть, высший суд, и он не подкупен, звон и зла-то. И мысли, и дела он знает наперед. И там никакое наше тайное дело не утаится, все откроется. На этом суде все предъявят в наших делах, которые мы думали чего-то, мы достойны, а мы увидим, сколько зла, сколько в мыслях, сколько в поступках наших было примешано всякого греха, страсти и пороков. Вот потому можно делать добрые дела, а можно поститься? Можно. Можно давать какие-то средства на благотворительность, как давал фарисей. Я даже уделяю десятую часть от всего, что приобретаю и пощусь. Оказывается, за всем этим можно оставаться человеком гордым, можно оставаться человеком тщеславным, можно оставаться человеком грешным, хотя добрые дела при всем при этом можно делать. Вот потому-то фарисеи, это кто были такие люди? Они хотели праведность свою показать перед людьми, и потому они молились не даже не на улицах, а на перекрестках. А знаете, почему фарисеи молились даже не на улице, а на перекрестке? Потому что на улице видно только проходящим, а на перекрестке с четырех сторон видно, как он стоит и молится. Вот что такое фарисейство. Человек Богу молится на перекрестке, чтобы со всех концов дорог его было видно, какой он молитвенный человек. Порою и мы, как мы молимся, а Господь говорит, да зайди в клеть твою, воззайди в комнату, чтобы ты никого тебя не видел, перед Отцом твоим небесным, который втайне, помолись, и Отец твой, который втайне, воздаст тебе явно. Поэтому не надо свою молитвенную такую жизнь превращать в показную фарисейскую. Молись внутри, в клеть твою, в душу твою. Ты можешь даже среди других людей оставаться в клетье своего молитвенного здания, в клетье души своей, с этой же самой молитвой. Боже, будь милостив мне грешным. Что мешает нам читать эту молитву? В трамвае, или в машине, или в маршрутке, или на остановке, или в храме, или на работе. Не надо говорить ее вслух. Вот так про себя. Боже, будь милостью мне грешным. Будь милостью мне грешным. Это первые молитвы всего молитвословия. Понимаете, что все потом, если ты этого не понял, вся остальная молитва твоя не примется, ты будешь стоять, вычитывать, но ничего не получишь, потому что ты еще не пришел к самому главному понятию к смирению. Я хочу прочитать еще буквально две цитаты святых отцов, дорогие братья и сестры, которые говорят нам. Преподобный Исаак Сирий «Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, но рождающимся от них смирению». Вы слышите? Если же оно утрачено, то первые будут напрасны. Даже добродетели, оказывается, могут быть напрасными, если от них не родится смирение. Гордым Бог противится даже тем, которые делают много добрых дел, а смиренным дает благодать. И вот еще. Когда бы добрые дела по чувствам сердечным доставляли спасение, то пришествие Христово было бы излишним. Мы бы делали добрые дела и спасались. Зачем тогда пришел Христос, пролил свою кровь, распялся на кресте и воскрес? Потому что Его силой, Его благодатной помощью, Его кровью мы омываем грехи свои. Именем Господа мы, священники, прощаем грехи людям. Не Батюшка прощает грехи, а именем Господа нашего Иисуса Христа прощаются тебе грехи твои. Вы слышите? Все в церкви делается именем Христовым. И потому не ищи, пишет святитель Игнатий Брянчанинов, совершенство христианского в добродетелях человеческих. Тут нет его. Оно таинственно хранится в кресте Христовом. Вы слышите? Добродетели, оказывается, надо искать в кресте Христовом. Вот здесь, на кресте. Все для христианина. И любовь, и жертва, и спасение. Если мы где-то ищем в другом месте, спастись хотим добрыми делами, мы на ложном пути. Только дело, сделанное во имя Христову, только со смирением сердца, с молитвой мытаря мы можем спастись. И в завершении хочу сказать вам, дорогие братья и сестры, что святые отцы вот эти три подготовительные недели перед постом называли временем подготовлением к войне. Казалось бы, так, да? Как это? Как это? Да? Это период, как воин перед началом боевого сражения точит саблю или там чистит свое оружие, готовит, чтобы все было смазано, все было приготовлено, все было во время военных событиях, все работало, все стреляло, потому что война впереди, и любое оружие должно быть заранее приготовлено к сражению. Вот так и у христианина. Мы готовим себя, свою душу сегодня к вот этой брани, не против плоти и крови, а против злобы духов поднебесных. И здесь не просто сабля или оружие, пистолет, пушка, автомат, гранатомет нам понадобится. Нам понадобится только молитва и смирение, пост и воздержание. Именно об этих оружиях сказал сам Христос. Никак рот сей не изгоняется, только молитвою и постом. А какой молитвой мы с вами сегодня услышали? Смиренной молитвой, одной единственной молитвой. Боже, будь милостив мне, грешный, ты сможешь побеждать своего врага, видимого и невидимого и смирением, которого от нас ждет Христос как учитель, потому что Он сказал, придите, научитесь от меня, я как кроток, есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, иго бы мое благо, и бремя мое легко есть. Если мы возьмем на себя иго Христово, оно действительно принесет нам мир, благость. Поэтому, дорогие мои, хочу в завершении пожелать вам, чтобы каждый из нас вот этот период подготовки к Великому посту не потерял, чтобы уже начал готовиться, прежде всего, с смирением и молитвой, пониманием того, что Бог любит каждого из нас, и в следующее воскресенье, если Богу будет угодно, и живы останемся, и встретимся снова в Храме Божьем, мы услышим эту удивительную притчу о возвращении блудного сына, и в следующее воскресенье вспомним о страшном суде, который ждет каждого из нас, а уж потом, уж потом поймем, что без примирения в Великий пост, который растворит пред нами свои царские двери, не войти, потому и будет последнее воскресенье перед постом называться прощенным воскресеньем, потому что только примирившись со всеми, смирившись и попросив прощения у всех, мы можем войти в спасительное время Великого Поста. Вот только с этим можно дойти до светлого Христового воскресения, до которого каждого из нас Господь подводит и наставляет правильным путем пройти во спасение. Субтитры создавал DimaTorzok